Это программа оперативная съемка. Здравствуйте. И сразу к основным новостям. В жилом доме по улице Кирова произошло серьезное возгорание. Во Владивостоке был задержан директор АО «Наш дом Приморья» Сергей Запорожец. А также сотрудники полиции возвратили фронтовику похищенную медаль. И инспекторы ГИБДД оштрафовали жениха с невестой за нарушение закона. Об этих и других новостях в дайджесте. 20 ноября произошло серьезное возгорание в одной из квартир в жилом доме по улице Кирова. Сама квартира выгорела полностью. К счастью, обошлось без погибших. Но некоторым жильцам пришлось буквально бороться за свои жизни, прячась от угарного газа. По данным спасателей, из огня спасли 47 человек. Двое пострадали, и им потребовалась госпитализация. Между тем, в очередной раз спасатели столкнулись с серьезной проблемой, припаркованным транспортом во дворе, из-за которого спецтехника не могла подъехать к горящему дому ближе. 21 ноября сотрудник ГИБДД на камеру исполнил парочку номеров из фигурного катания на обледенелом асфальте. На этом подъеме в районе Штыково из-за перепада температур образовался гололед, и автоинспекторам пришлось обеспечивать безопасность движения автотранспорта. Ролик с танцующим полицейским стал популярным среди пользователей соцсетей. 25-й километр автодороги Артем-Напотка, порт Восточный. 22 ноября был задержан директор АО «Наш дом Приморья» Сергей Запорожец. Возглавлял эту компанию он сравнительно недолго, с января 2016 года. Акционерное общество отвечает за строительство многострадального хаята на Корабельной набережной и продажу недостроенной гостиницы на мысе Бурном. До этого он руководил «Примор-Крайстроем» застройщиком микрорайона «Снеговая пать». Кстати, по информации источника ВЛРУ, его задержали по уголовному делу, связанному именно с его работой в предыдущей организации. 22 ноября сотрудники полиции возвратили фронтовику похищенную медаль «70-летие победы в Великой Отечественной войне». В октябре за совершение разбойного нападения на пожилую женщину сотрудники уголовного розыска задержали жителя Артема и его знакомую. Далее выяснилось, что эти же люди в ночное время проникли в дом фронтовика, похитив личные вещи и награду. Пострадавшему от их действия ветерану, сотрудники полиции пожелали крепкого здоровья, отметив, что подвиг дедов и прадедов в Великой Отечественной войне навсегда останется в памяти поколений. 23 ноября. 56 ящиков алкоголя без сопроводительных документов обнаружили сотрудники таможенного поста «Морской порт Славянка» на борту теплохода, прибывшего из Японии. Выяснилось, что все это принадлежит одному из членов экипажа судна. В то время как, согласно законодательству, без уплаты таможенных платежей для личного пользования физическое лицо может ввести алкогольные напитки в объеме до 3 литров. За нарушение – уголовная ответственность, которая и грозит теперь моряку. 24 ноября прокурор края Сергей Бесчастный на заседании законодательного собрания заявил, что Приморья продолжает занимать первое место в ДВФО по количеству зарегистрированных преступлений. За 10 месяцев этого года их количество составило без малого 34 тысячи. Также было отмечено, что более трети преступлений, зарегистрированных в Приморье, приходится на краевой центр. Так, за тот же период их было зарегистрировано более 9 тысяч. 24 ноября сотрудники ГИБДД совместно со Всероссийским обществом автомобилистов провели акцию в роддоме номер 3. Первенец в семье стал первенцем в день ребенка, который отмечали 20 ноября. В связи с этим официальные представители поздравили молодых родителей с рождением малыша и подарили им практичный подарок – автокресло. Таким образом, полиция, объединившись с сознательными автомобилистами, решили привлечь внимание молодых родителей к проблеме перевозки детей в транспортных средствах. 24 ноября сотрудники ГИБДД оштрафовали жениха с невестой за нарушение закона. Молодой человек решил сделать предложение своей возлюбленной прямо посередине проезжей части. На федеральной трассе он устроил пиротехническое шоу и под поддерживающие крики своих друзей встал на одно колено. После того, как девушка согласилась, полицейские нарушили романтику. Инспекторы ГИБДД выписали по полторы тысячи штрафа всем участникам несанкционированного автопробега за остановку на проезжей части, которая создала помеху движению автотранспорта. В последнее время на территории города участились случаи хищения личного имущества граждан из салонов автомобилей. К слову, наибольшее количество преступлений происходит из-за беспечности самих автовладельцев, поскольку граждане оставляют в машинах ценные вещи, тем самым провоцируя злоумышленников на преступления. Буквально на днях сотрудники полиции по горячим следам задержали группу воришек. Подробнее в сюжете. Телефон, ноутбук, кошелек. Увидев эти предметы в машине, вор обязательно залезет. И даже сигнализация его не спугнет. В течение одной и максимум двух минут автомобиль будет вскрыт. Именно ловкость рук помогала организованной группировке грабить автомобили Владивостока. В ходе следствия установлено, что ранее судимый 27-летний житель Приморского края разработал схему хищения и вовлек в противоправную деятельность своих знакомых в возрасте 24 и 43 лет. Злоумышленники высматривали своих жертв в дневное время в общественных местах. Предпочтение отдавали парковкам у крупных супермаркетов Владивостока. Так, например, кражи были совершены на улице Анны Щетининой, Бородинской, Нейбы, Тамурской и Адмирала Юмашева. Члены группы считывали коды охранной системы автомашины. После того, как владелец иномарки уходил, правонарушители открывали автомобиль и похищали ценности из салона. Добычей злоумышленников стали бытовая и компьютерная техника, документы, сноуборд и травматический пистолет. Оперативники вышли на след преступников и задержали всех членов группировки. Полицейские провели обыски в квартирах задержанных, нашли похищенный телевизор и три ноутбука. Доказана причастность обвиняемых к девяти эпизодам противоправной деятельности. Ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 200 тысяч рублей. В настоящее время проведение следственных действий завершено. Уголовное дело передано в суд. В соответствии с законодательством Российской Федерации, обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Хищение личного имущества граждан – главная тема выпуска. Обсудим мы ее с начальником МВД России по городу Владивостоку, полковником полиции Сергеем Гусевым. Сергей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. И скажите, пожалуйста, увеличилось ли число краж из салонов автомобилей? На самом деле, на сегодняшний день тенденция, та работа, которая проводится всеми правоохранительными органами, позволила нам снизить на 56%, почти в два раза снижение. Вот за два года мы достигли таких результатов. И в сегодняшний день нет такой значимой проблемы, как непосредственно кражи из транспортных средств граждан. А где чаще в Владивостоке действуют воры и какие ценные вещи для них в приоритете? Ну, есть такое понятие очага, но на сегодняшний день в городе Владивостоке нет такого очага. Но хотелось бы все-таки отметить, что больше это все торговые центры. Там, где граждане оставляют свои личные имущества, покидают и идут непосредственно в торговые центры, покупают, долгое время находятся. Вот это существует определенная проблема. А так, от такого очага на территории города столько нет. Ну и также еще спальные районы, это возле дома, машин, транспортных средств, где стоят возле домов. Какие рекомендации Вы можете дать жителям города Владивостока? Как не стать жертвой вора? И если избежать этого не удалось, что делать в данном случае? Ну, давайте сначала остановимся на основных способах совершения вообще этих краж из транспортных средств. Ну, я хотелось бы отметить, в первую очередь, это машины, не оборудованные никакими охранными сигнализациями, соответственно. И, как обычно, граждане не оборудовывают помещения, прыгают в торговый центр, оставляют свои личные вещи, да, что и позволяет злоумышленникам не хитить непосредственно из транспортных средств. Второй способ, это тоже, но он менее распространенный на сегодняшний день. В свое время он был, мы как бы организовываем работу в направлении. Это второй способ, когда колеса проколадут. Ну, таких встреч уже сейчас редко. Мы называем таких барсетчников, которые непосредственно в то время, в каком человек прокол колесо пытается менять, воруют документы и барсетку с документами. Ну, таких фактов на сегодняшний день пока мало. Поэтому, что бы хотелось бы порекомендовать, в первую очередь, не забывайте закрывать машину. Независимо от этого, желательно иметь охранную сигнализацию на машинах, потому что большинство транспортных средств на сегодняшний день и снижением, ну, вообще, краж транспортных средств не оборудуют машины, считают, что машина дешевая. Женщины наши уважаемые, любимые, тоже забывают свои сумки, идут быстро сейчас бегу в салон. Ну, это и есть предмет фактически для вора, он видит, обращает внимание. Забывают закрывать транспортные средства. Ну, вот эти моменты надо в основном обращать, чтобы принять все меры для охраны. Желательно парковать транспортные средства, если торговых точек, конечно, ну, на парковках, где непосредственно находится торговый центр, потому что все-таки там существует система видеонаблюдения, и воры об этом знают, и лишний раз не хотят просто попадать в зону внимания этих моментов. Ну, а если избежать все-таки не удалось подобной ситуации, что делать? Тут есть тоже очень такая для нас проблема на сегодняшний день, потому что я попросил бы граждан сразу, незамедлительно, пожалуйста, сразу сообщайте на 02. У нас операторы примут ваше сообщение, сразу будет среагировано, отправится в оперативную группу, соответственно, и на ряды. Потому что работа, первая работа по горячим следам на сегодняшний день, это основной показатель раскрытия преступлений, особенно таких. Очень много мы людей задерживаем по горячим следам. У нас есть все моменты, чтобы достать его в то время, пока он не уехал. Сергей Александрович, давайте еще затронем такую важную тему. Это как автоугоны. Немного ранее вы уже сказали, что все-таки можно уберечь себя и свой автомобиль от неприятной ситуации. То есть это установить сигнализацию. То есть это может повлиять, чтобы ваш автомобиль остался в ценности и сохранности на том же месте, где вы его и оставили. Правильно я понимаю? Да. Ну, тут тоже надо понимать. Совершенство. Техника совершенства, сигнализация тоже совершенствуется. И хотелось бы отметить, просто ведется глубокий анализ всего этого происходящего. То же самое. Хотелось бы отметить, что на сегодняшний день правоохранительные органы, совместные, это не только полиция, это все правоохранители, которые тоже задействованы в обеспечении охраны общественного порядка. Мы тоже достигли очень хороших положительных результатов. Это отмечается на 67% более почти двух раз сокращение гонов транспортных средств на территории города Владивостока. Но что бы хотелось предупредить? Анализ показывает, что фактически 85% транспортных средств не оборудовано никакой охранной сигнализацией. Это обычные штатные мобилайзеры, и как обычно люди не предпринимают никакие меры. И вопрос просто банальный. А вот почему мы не поставили сигнализацию? Да вот времени не хватило. Да, я могу понять, некоторые там ссылают на денежные средства, тоже понятно. Но мы предпринимаем, все-таки сигнализация, это является основным фактором, все-таки сдерживающим от кражи транспортного средства. Потому что на сегодняшний день в основном угоняют машины, это поддержанные, уже иномарки японского производства, новых машин, это очень эксклюзивные кражи. Поэтому я хотел бы жителям города Владивостока, когда покупаете транспортные средства, тем более на вторичном рынке, однозначно те охранные сигнализации, которые стояли на нем, поменять, либо поставить охранную сигнализацию на машину. Поверьте мне, это очень сдерживающий фактор. А автомобили каких марок самые угоняемые? Ну, на сегодняшний день это Honda Fit и Toyota Prius. Это вот один, ну, сказать, что не самый неугоняемый, но из этих тенденций, что и Fit, то это... Популярные. Да, популярные для кражи транспорта. В основном я считаю, что это больше, если касается Prius, вы прекрасно понимаете, что на сегодняшний день уже рынок японских автотранспортов уже как бы уходит. Все-таки новые, которые производятся, леворуки, праворуки отходят. Но рынок запчастей, он существовал и будет существовать. Необходимые запчасти. Я думаю, что все-таки вот эти моменты надо обращать внимание, особенно этих владельцев Fit и Prius. Все-таки надо их охранными сигнализациями оборудовать. Потому что в основном они не оборудуются. Потому что машина недорогая на самом деле. И люди считают, да что если не будет, если куплю еще новую. Ну, я не думаю, что такие неприятности нужны. А для чего в основном угоняют? Вот есть какая-то статистика для разбора или просто покататься? Нет. Ну, фактически любой умысел ВРА направлен, конечно, на получение материального блага со стороны продажи. В основном мы транспортные средства с целью перепродажи. Ну и также на запчасти в случае под заказ. Вот примерно так. Часто те, у кого угоняют транспортные средства, сталкиваются с историей, когда на пострадавших выходят неизвестные и предлагают им, чтобы те, в свою очередь, выплатили определенную сумму и тогда им автомобиль вернут. Что делать в данной ситуации? Как действовать? Ну, как обычно, чтобы распространить информацию, когда потерпевший распространяется в соцсетях, что мне украли машину, помогите того-то, вот. Я очень рекомендую этого не делать ни в коем случае, не идти на поводу, потому что пользуются этим мошенники. И, фактически, никакого отношения ни к краже транспортного средства не имеют, но пытаются таким образом заработать деньги. Я очень нашим гражданам рекомендую ни в коем случае не связываться с ними, потому что организовать работу со следственной оперативной группой и оперативниками, которые непосредственно с ними работают по раскрытию данного преступления. Сергей Александрович, и еще в конце нашей программы дайте совет жителям города Владивостока перед Новым годом. Ну, до Нового года как бы еще недалеко, но все-таки хотелось бы очень много жителей города Владивостока, особенно приезжих, будет приезжать в краевой центр, в торговый центр за покупками, на ярмарки торговые. Я бы, в общем, попросил бы обратить внимание, конечно, мы приложим все меры, это наша работа на сегодняшний день, мы не будем раскрывать этой программе, что мы будем делать, но фактически не бросайте сумки машины, потому что на сегодняшний день это пример, это анализ очень долгий, прокатливый, показывает, что люди оставляют свои покупки в машинах и спокойно уходят. Поверьте мне, даже иногда они закрывают двери машин, бегут там дальше и покупают. Это является повод непосредственно. Либо ставить на охраняемой площадке, либо присматривать за самими вещами. Я понимаю, что не все может заснуть, это такой же человек, но кто бы, кто бы находился, наблюдал за транспортом, чтобы не дать повод совершить данную кражу непосредственно. Потому что предметом будет все. Продукты, питание. Ничем не побрезгуют. Конечно, да. Вы поверьте мне, не только там подарки. В основном в торговых центрах, больших супермаркетах, где покупают продукты. Тот же самый продукт является тем же самым предметом кражи из транспортных средств. Поэтому попрошу, обращайте на это внимание и обязательно закрывайте на сигнализацию машину, оборудованность машинизации. Потому что, ну, воры, как практика говорит, если машина оборудованность сигнализацией, они не пользуются, не лезут эти машины. Сергей Александрович, спасибо вам. Спасибо вам. Напомню, о хищении личного имущества граждан мы говорили с начальником МВД России по городу Владивостоку, полковником полиции Сергеем Гусевым. На сегодня все. До встречи на восьмом. Субтитры создавал DimaTorzok